Натальево удостоверение. То есть тебе не обязательно смотреть. Насчет доверия к людям очень просто все делается. Условно, есть человек и есть второй человек. Они договариваются, они заключают какой-то контракт. Любая услуга, понимаешь? Просто какой-то контракт договорились, эти двери поставили. Есть другие люди, которые... Принимают участие в контракте? Они не принимают никакого участия. Они могут смотреть, это понятно, могут не смотреть. Но они гарантируют, что ты есть ты. То есть они на себе несут репутационную такую тоже, как сказать. Они инвайты раздают, условно. То есть они приглашают тебя, они тебе доверяют. И доверие к человеку складывается. Когда контракт выполнен или не выполнен вообще, договор какой-то заключен, или он может быть односторонний, да, это завещание. То есть я завещаю когда-то там через... Другие люди удостоверяют, что да, это действительно, потому что этот чувак, он есть, он был, да. Вот это и является как бы... То есть... Протарился. В реальности это всегда существовало, когда в деревне там... Ну, мой отец сказал там, что там сыну старшему дом отдает, да, младшему там амбар, амбар, кота все подает. То есть это все знали вокруг. И не надо было нотариуса, потому что все это знали, и все это могли подтвердить. Понятно, да? То есть это как минимум нотариус. Дальше споры. Решение споров о страховании, это опять же сервисы, которые не привязаны к определенным институтам, сложившимся вот тут, на этой территории. Это общемировая. То есть есть как бы законы мировые, которые по сути решаются, как сказать, мнением людей. Мы решаем один, единственный вопрос вообще, всего лишь навсего, запись в базе данных, что вот то-то, то-то, то-то. Вот это вопрос, да, да, да. Фиксируем факт договаривания. Дальше, собственно, для чего это делается? Ролик про Вселенную. Значит, мы когда собирались в инновациях, там озвучили такой вопрос, а зачем все вот это? Мы зачем вот собираемся что-то там? Ну и пришли к выводу, что, собственно, для того, чтобы усовершенствовать человека, продление жизни человека, усовершенствование как разума человека и прочего. И для чего? Для того, чтобы можно было покорять другие миры. Тут как там Циолковский говорил, да? Земля — это колыбель человечества, но нельзя всю жизнь жить колыбели. В конце я покажу еще один ролик, ну, интересный, люди будущего. В Ютубе, возможно. Вот. Так, это я. Ну, все. Существуют институты в праве, они давно существуют, и узаконены, в точке зрения Минич, что перебил вас, которые, скажем так, носят квази-общественный характер, к которому государство ушло, передав часть своих полномочий этим институтам. Это третейские суды, это иметь процедуру медиации, когда два человека приглашают третьего для решения их спора, возникшей мир в сборе. Они сами между собой договорились. Ведь договор, как тут постоянно приводится в качестве примера, договор — это инструмент регулирования отношений между двумя сторонами. Мы с вами договоримся о том, что вы мне сделаете дверь, раз дверь, вы соглашаетесь, и потом дверь не делаете. Но при этом мы в этом же договоре можем прописать условия, что в случае невыполнения каких-то условий мы с вами можем пойти к третьему, и это третье может быть любое лицо. Это может быть государство, потому что мы будем считать его авторитетным. Это может быть третейский суд, который мы будем считать авторитетным, это может быть медиатор, просто третье лицо, которое мы с вами признаем. Мы можем восполнить этими институтами. Чаще всего люди обращаются к государству, потому что, скажем так, традиционный институт, созданный ими сами для защиты своих собственных прав. Как проще? Ты же можешь по-английски писать. Проще, проще, я уже извиняюсь, что... Готов ли он выступить? Вот в это углубляюсь. Государство, ведь, по сути дела, это не есть что-то такое, там где-то стоящее над нами, это машина для подавления, как это всегда учили. Нет, государство, это организация людей для, грубо говоря, нормальной жизни. для управления людьми. Да, для управления ими самими. Нарушение травмы? На самом деле, именно конкретно здесь, я изучал этот сервис, там речь идет о так называемых смарт-контрактах. То бишь, когда две стороны о чем-то договариваются, тот, кто платит деньги, он платит его не напрямую исполнителям, а в некую буперную зону, ну, так называемую систему эскроу, да? Вот, в дальнейшем. Если вторая сторона выполняет свои обязательства и первая соглашается, что да, все окей, то эти средства из буперной зоны автоматически попадают к исполнителю, все, третья сторона не привлекается. А, и... Сейчас, секундочку. Обязательства считаются исполненными с обеих сторон. Если же тот заказчик не соглашается с результатом работы и инициирует спор, то в этом случае привлекается третья сторона, которая с помощью своего уже ключа имеет право, значит, распорядиться вот этими средствами в ту или иную, в пользу той или иной стороны. Кто это третья сторона? Это третья сторона. Вот, что такое эта третья сторона? Эта третья сторона, вот именно в этом и заключается ключевой вопрос. Это может быть, например, 10 случайных пользователей вот этой сети. Случайных. Если у нас сидит 10 миллионов человек, вероятность того, что одна из них знает другую, ничтожно мало. Вот, я именно... Ну, собственно говоря, вы можете в качестве идентификатора использовать свой секретный ключ биткоина. То есть, вы приходите и говорите, вот мой адрес такой, и я его буду использовать как идентификатор. Чтобы подтвердить, что вы владеете этим адресом, вам другие участники предлагают, а докажи, что этот адрес тебе принадлежит. Подпиши мне вот это сообщение своим секретным ключом. Вы подписываете его своим секретным ключом, все, после этого люди вам уже верят, что действительно вы обладаете, являетесь владельцем этого адреса. Этот адрес может в качестве идентификатора быть использован в совершенно различных моделях взаимодействия. Как то, те же смарт-контракты. Вы можете сказать, вот я участвовал в этих контрактах, поэтому мне, как специалисту по такого рода контрактам, можно доверять. Вы можете обратиться к другим участникам этих контрактов, сделать это, кстати, совершенно анонимно. По, собственно, адреса ваших контрагентов, они будут публично доступны, поэтому к ним можно обратиться за рекомендацией, если вы этой стороне не доверяете. Скажите, вот человек заявил, что он выполнил 100 контрактов, а подтвердите, что вы действительно являетесь контрагентом по одному из этих 100 контрактов. Если вы 10 из 10 таких контактов подтверждаете, то вы можете считать, что действительно человек заявляет о себе о достоверной свете. Это тоже подтверждатель, это все хранится в блокчейне? Значит, все эти контракты хранятся в блокчейне и вот эти обращения, они являются своего рода частью консенсуса. То есть, для того, чтобы человек мог подтвердить, что он действительно выполнял эти контракты, он раскрывает информацию о своих контрагентах, но не конкретных субъектах, а адресах, условно говоря, с которых ему, допустим, переводились биткоин-транзакции. Человек может обратиться по этому идентификатору с анонимным сообщением для того, чтобы тот подтвердил, что действительно сделка была. Вот. Какой счет атаки с 51% счастливых ресурсов? Биткоин, значит, смотрите, биткоин это proof of fork. Я почему говорю блокчейн, потому что блокчейн сам по себе, он не неуязвим вообще никак. А уязвима система появления новых блоков. К новым блокам, каждый новый блок, когда генерируется, в котором записывается информация, вопрос, кто его должен создать. бывают уязвимости как раз 51% у биткоина и у других подобных систем. Если мы говорим, допустим, Next, NextCoin, там нету этой уязвимости. Там есть другие уязвимости, но они практически не реализуемы. То есть система практически неуязвима. неуязвима. Продолжение следует...